всем доброе придоброе утро мы сейчас идем с чарли погулять я не накрашенная страшные накрашенные такая вот я но обычно вот идем парк его любимым потом мне опять нужно в банк потом еще кое-куда подарочек отправить кое-какую братья к любимым и потом еще нужно за продуктами не кофе не моего кофейного напитка вообще кулакао делает а вчера видимо перепутал и сделал кулакао с кокосовым молоком я не знаю вообще как он это выпил потому что это я могу еще выпить всякие там странности в общем короче нужно в магазин поехать обещали на сегодня дождь но походу это и останется обещаниями у меня машина вот там там она на месте на месте с пока пешком а потом когда за продуктами поеду сейчас где-то часик полтора погуляю с чарли а потом уже поеду за продуктами фруктов вообще нету три мандарины пологнилых в общем дела домашние чтобы дома убраться надо хотя бы пропылесосить полы помыть не знаю если будет желание а если нет завтра сделаю я знаете такой человек что в общем стряпочка не буду бегать каждую пылинку вытирать хотя сегодня с телевизора вытерла это знаете почему поливала цветок вода развелась в общем такие вот дела на улице тепло хорошо ветра нет и все и зашибись я вообще хотела стирать сегодня ну так как дождь передавали ту я почему-то думаю не рискну завтра уже постираю вот такие вот у нас планы но так как вы будете со мной все это вы увидите тут по парку хожу чали и забыла что здесь вот такая дорога и вот такие у меня ботинки чистые это пипец такая чистюля три три ты 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 что офигеть я совершенно забыла что здесь вот так и естественно никакой салфеточки никакой тряпочки у меня нет ну ничего дойду до дома надеюсь никто не обратит внимание на мои грязные ботинки вообще я когда уже сюда захожу думали за пыль здесь пыльно но спортивно неохота была идти потому что сейчас опять прийти одеву переодеваться я так полупаш спортивном удобно и хорошо жарко но пальто наверное сейчас дома сниму потому что офигенно жарко прям парилка когда мы в парке я переоделась одела вот такой вот накидушку не более не так жарко то прям духотища страсти тоже без всего не пойдешь ну как-то февраль вроде бы еще куда все равно чарли дома оставил сейчас беру машину еду в алькампу в биркадон в лиддл в киаби вообще по всем магазинам едусь а че еще делать в понедельник то у меня всегда там своей тележечкой все никак я ее не сменю руки не доходят троша раз мимо проходила продавались тележечки привезли но не было с собой денежек или даже не было желание купить а не денежек карточку это всегда с собой ну а сейчас руки не доходят но мне в принципе то она нужна только знаете для чего из машины до дома довести чтобы не в руках тащить по машину всегда около дома ставим это вчера просто приехала не было место немножко хотя принципе она вон там наверху в общем едем по магазин кстати вот это уже совсем другое дело а то такие чумазы общем я уже здесь дела булочки энтимара для мужа для душа я беру обычный мне вот этот нравится с оливковым с оливковым кост и как лошадиный в общем хлеб такой вот интеграция цельнозерновой на завтраки мужу вот такой понравилось представляете взяла ему две пачки это ему тоже хлеб такой булочки соус для риса кисло сладкий соус устричный взяла печенку сегодня печенку в манке сделаю в прошлый раз ее не было а еще кто приедет в испанию вот эти вот штуки пироженки они просто обалденные это делают здесь у нас в гранаде это просто что-то нереальное маритоне называются они там внутри у них идет это господи кукаш это называется из варенье из колобасы тыквы прослойка небольшая почему это что-то нереальное синлактозы вообще магазин меркодона это был первый открыватель много продуктов где где без лактозы почему потому что у основателя этого магазина он испанец в семье то ли внук то ли сын страдал вот этим вот как она называется то аллергия не аллергия болезнь на лактозу и вот он создал много продуктов поэтому меркодоне очень много продуктов без лактозы Вообще ни в одном другом магазине вы столько не найдете продуктов, как здесь, без лактозы. Потому что, вот видите, вообще без лактозы, глютен, много всяких штук здесь можно найти. Поэтому в Испании он очень популярен, этот магазин. Ну и, как говорится, отечественного производителя поддерживать надо в каком-то плане-то. Мы же в Испании живем. Это опять мне на шоколадки тянет. У меня дофига этих шоколадок. А что мне сюда? Мне, я вообще, в принципе, уже все купила. Наборы хотела купить для... Ну, не дают разговаривать. Ладно, потом скажу. Конечно же, я чуть не забыла, я зачем сюда пришла. За чучими для Чарли. У них в других магазинах вообще не ест. Только вот отсюда. Я уже перепробовала все на свете. В фитспальные магазины съесть, но брала. Не, он ничего не жрет. Вот, приходилось отдавать соседской собаке. А так как сейчас соседской собаки нету, то будем брать то, что он любит. Вот это он вообще обожает. Это прям его слабость. Все. Все, я иду на кассу. Ну, пойду, пройдусь вот так. И идем в Алькампу. Там фрукты хочу посмотреть. Видите, как хорошо утром ходить. Никого нету. Вот. Такие у нас пироги. Фрукты посмотреть. Хотя и здесь можно посмотреть, потому что здесь что есть. Но я все равно пойду на Алькампу. Очень вкусный смузякин. А еще он без сахара. Ну, то есть сахар, который в фруктах. И только здесь соки, представляете. И прям имбирем так. Так прям это покалывает. Не то, что шоколад вчера. Типа с перцем чили. Ни в одном глазу. А этот прям так. Такой вкус имбиря. Приятный. Я тут вот. Ну, я вам, в принципе, все пока поздала. Я после еще купила клубнику шикарную. Я всегда фрукты беру по запаху. Не знаю. Привычка такая. Всегда нюхаю яблоки, клубнику. Если фрукт не пахнет, я его не беру. Вы тоже так выбираете фрукты? Не знаю. Мне кажется, фрукты должны пахнуть. Лимон, допустим. Он должен пахнуть лимоном. Яблоко должно будет пахнуть яблоком. Хотя сейчас все яблоки обрабатываются какой-то серой. Вот. Но я стараюсь покупать яблоки, которые не обработаны. Не био, никакие, ничего. А вот такие. Они обычные есть. Такие дела. Ой, ну жарко. Но вообще я прям не могу. Хоть раздевайся прям. Специально машину оставила где Алькампу рядом с тележками. Потому что у нас, смотрите, идет. Там Меркадона, здесь Алькампу. Там Лидл, там Киаби. В общем, Алькампу находится между всеми этими магазинами. Тележку оставила в машине. И сейчас пойду. Ну так прошвырнуться, раз уж Чарли выгулен. Потому что когда я с ним езжу за покупками, я все стараюсь быстренько-быстренько сделать, чтобы мой маленький рыбка не скучал по машине, по-моему. А сейчас тем более жарко. В машине очень жарко. И надолго его ты, в принципе, и не оставишь. А вот сегодня одна. Будем пользоваться моментом. Фу, жарко. Люди гуляют, покупают. Но не такая много народу. Не такая. Не так много народу, как вот в 7, допустим. В 8 это пипец какой-то. А сейчас нормально. Что-то походу, наверное, даже уже надо доставать какие-то ветровки. Не знаю. Я смотрела погоду уже на 10 дней, допустим. до 19-18 градусов. Ты вообще зашибись. В этом году хорошо было. Не холодно. Ладно, идем дальше. Шататься. Смотрите, мне в Киабе понравились вот эти очки прикольные. 10 евро всего. И вот эти серьги. Вот эти. Классные. Ну, розовые это я люблю. Это ей понятно. И вот эти вообще. Я в кольца вообще никогда не наш сила. Ну, не знаю. Хочется попробовать. Здесь есть разные цвета. Они вот эти 8 евро. Здесь вот эти 6. И вообще здесь очень много вот такой вот тематики. Вообще классные, да? Смотрите, сколько всякого красивого. Вообще супер. На лето вообще супер прекрасно. И цены довольно-таки приемлемые. Вот, допустим, 7 евро вот эти. Ну, вот эти вообще суперские. Классные, да? Ну, я, естественно, буду думать. Я никогда не беру все вот так вот, чтобы взять, купить и пойти. Я посмотрела, 15 раз подумала. Если у меня что-то из головы не выходит, то я вернусь за ними. Ну, мне кажется, вот за этими я точно вернусь. Ну, посмотрим. Вот тоже всякие очки. Гляньте, какие нежные. Все они с этим. Ну, короче, для солнца, вы поняли, да? Красиво. Я не хочу мерить, потому что здесь такое зеркало дурацкое. Хотя на камере не очень дурацкое. Ну-ка. Вот, посмотрите. Мне кажется, у меня они очень идут. Как вам? Мне кажется, очень даже ничего, да? Ну, в принципе, зеркало дурацкое все-таки. Я не понимаю этого зеркала. Мне очень понравились. Классные. И вообще, мне кажется, в этом году такая тематика очень даже по моде. Потому что, смотрите, все они такие с розами. А вот носки какие классные. Домашние. Такие мягенькие. В общем, я ничего больше не нашла в Киабе. Поэтому пойдем сейчас. Пойдем сейчас в Алькампу. Я практически все вам показала из того, что купила. Единственное, купила вот такой набор. Делать фасоль. Ну, это на испанский манер. Я сегодня на завтра буду. Чуриса туда кладется. Сало вот такое. Грудинка, наверное, да? Сало вот это. Это хамонная кость. И морсия, кровяная колбаска. В общем, рецепт. Если хотите, я сегодня буду... Ну, не если хотите. Сегодня ночью буду готовить. Ну, ночью опять. Вечерком. И все, вам покажу, как это все делаю. А сейчас буду готовить печенку в манке. Вот крылышки купил себе. Крылюща целая. Ну, это точно мне. Муж такой не будет, наверное, есть. Хотя фиг его знает. Может, вот эти две и сожрет он. В общем, не знаю. Посмотрим. Валькамп еще вот такие взяла. Какого это? Ну, вы поняли. Орешки. Аквариус, естественно, себе купила. Яблоки. Ананас. И все. Больше Валькампу ничего не купила. А этот банк, а-то где у меня? Так, а где у меня банк? Вот, купила вот такие вот. Кофе не пью. Это злаковые. Злаковые, что ли? Ну, типа цикория. Здесь цикория 16%. 16% цикория, мед. Смотрите. Холериаль. Это молочко пчелиное. В общем, все для зимы. С молочком, пчелином и с медом. Чтобы не болеть. Блин, она у меня мандыхнулась из машины. Смотрите, крышка испортилась. Пока дверь открывала, она у меня мандыхнулась. Чарли уже наверху, греется. Я уже окна открыла, чтобы все про... На улице теплее, чем дома, поэтому... Ладно, буду готовить. Смотрите, какая клубника вся спелая. И пахнет вкусно. Яблоки тоже, кстати, пахнут. И не блестят. Обычно, которые яблоки в сере, они все блестят. А эти, видите, обычные. А пахнут как обалденно. Вкусняцко. А еще, представляете, когда тележку в машину складывала, мужик один, он не бомж, ничего, хорошо одетый. Ну, я его знаю, как знаю опять. Вот так вот, на взгляд. А у нас же тележки в Алькампу по 50 копеек. 5 центов, ну, 50 центов кладешь и берешь ее, тележку. А когда ставишь назад, то тебе эти 50 центов возвращаются. Так вот, люди, которые попрошайки, в общем, говорят. Ой, давайте я вам тележку отвезу. Потом, чтобы взять себе эти деньги. Вот. И как бы я не сторонница подавать никому. Потому, не знаю, все это обман. Тем более, допустим, на улице. Подаю, знаете, кому могу? Вот эти вот люди, они не бомжи. Они англоговорящие, молодые люди. Как хиппи, что ли. У них образ такой жизни. Они живут на улице. Просто им так нравится. И вот у них постоянно много собак. Я собакам даю. А вот этому мужику, ну, лет 20 назад я бы не смогла отказать. Я бы вся вот так вот покраснела, побелела. Чуть ли в обморок не упала и дала бы ему эту тележку. Ну, потом я почитала книгу, как научиться отказывать. Или, как говорить, нет. И, в общем, с тех пор практиковала и напрактиковала. То есть я ему сказала просто нет. И все. Тем более эти 50 центов у меня всегда лежат в машине. Потому что, знаете, не всегда они есть в кошельке. Да даже не в этом. Да просто не хочу ему давать. И все. Почему я ему должна давать? И он прям такой. Вот. Из-за 50. Чуть ли не на проклятие на меня насылать. Я говорю, офигеть вообще. Мало того, что ты спрашиваешь. Ну, спросил. Ну, отказали. Ну, и ладно. Спасибо, извините. Нет, так он же, блин, такое злого. Тем более не буду давать. Еще обойдется. Так вот. Такая я злая. Прям меня взбесило. Дела. Как будто я ему не знаю. Его же деньги не вернула. Ну, а не могу. Нюхачка. Нюхачка. Почти печеночка у меня поджарилась. Я салатик забацала. Ну, здесь всего-всего дофига. Авокадо, редиска, лук, салат, там помидоры, морковка. Сейчас заправлю. И пойду кушать. И всем приятного-приятного апельсита. Печеночку-то я люблю. Кстати, у меня муж тоже так любит ее, представляете? Я не знаю, в Испании, по-моему, испанцы не едят так, чтобы, вот, знаете, обвалять. Они, может быть, на гриле, они еще и едят ее. Потому что нарезана очень тонко, вообще классно. А так, чтобы обвалять в маке, там, или в манке, такого я еще ни разу не езжу. Ой, а у меня хрест оканчивается. Надо ехать в ризу. Если я туда и не дошла. В общем, всем приятного аппетита. Будем кушать. Сейчас буду варить суп из фасоли. Положила туда кусок грудинки сырой. Кусок от... Ну, вы, в принципе, видели, что я там покупала. Хамон на кости. Видите, вот это. Хамон на кости. Кусок сала. И это у меня пол большой луковицы. Сюда вот так кладу в эту специальную вот сеточку. Это специально для варки. Чтобы у меня лук вот там вот везде не плавал. Я не люблю вареный лук. Вот. И ставлю все это. Часико на два вариться. Так, ставим для сопа мясо. Время. Ой, прибавляю. А-а-а. Тут не прибавляется. Ну, ладно. Значит, сделаем пока на час. А потом еще смотрим. И если не хватит еще на час, то я уже поставлю тушить гисар. Отдельно сейчас пол, остальные пол луковицы. Две дольки чеснока. И это вот масса собрасада называется по Испании. Но это вот как чуриса, колбаска есть. Вот. Масса такая. Здесь пиментон, мясо, жир, свиной. В общем, все это перекручено. Вообще это на хлеб намазывают. Но мужу моему не понравилось. Я буду расходовать в этот суп. Так что вот такие дела. Ну, не выбрасывать же. Вообще нужен паприка. Ну, так как здесь паприки предостаточно, то зачем я ее буду паприкой. И также нужно чурису, колбаска. Но это вот то же самое, что и чурису. То есть зачем выбрасывать, правильно, если все уже есть. Так. И поставлю в свой робот. Сначала все это порежу. Ну, не я, а робот порежу. А потом поставлю на обжарку. Вот так все. Сейчас вам покажу. Вот столько я не целую, естественно. Вот все это перемолола. Все там вот. Не буду добавлять ни масла, ничего. Потому что и так жирная. Собросада. И теперь уже ставим на обжаривание. Обжаривание. Ой, блин, лук. Наверное, минут на, вам не видно, на 14. Но там самая большая и все. Оно сейчас обжарится и все. Ну, как говорится, заправка будет готова. Потом в конце, когда уже будет более-менее готова, у меня осталась вот такая кровяная колбаска. Я ее порежу вот так. И чорису тоже порежу. И минут за 10 добавлю чорису и колбаску кровяную буквально минут за 5. Просто, чтобы вскипело. Потому что это все уже готово. То есть вариться оно не должно. Вот так все рецепт. Вот такое, представляете, как легко и как вкусно. Муж сегодня бежал, вчера увидел фасоль, говорит, я так бежал домой, так бежал, что в 5 часов пришел. Я вам не хера, вот и бежал. Говорит, думал, что вы тут потахи де овечуэллос. Я говорю, ага, на завтра. Печенку вон. Печенку поел. Печенку любит. И я люблю. Там еще осталось много. А, еще картошку за 20 минут до приготовления. Одну картошку и одну морковку. Прям морковку целиком они здесь кладут. А потом просто режут, кто любит. Ну, это я вам все покажу. Если, конечно, не будет поздно. Так что, такие пироги. Кстати, клубника необыкновенно вкусная. Необыкновенная. Сейчас я ее дальше буду есть, потому что она, смотрите, какая спелая. Ее надо просто употребить, иначе она вся пропадет. Потому что обычно продают полузеленую. А это прям вся спелая вообще. И вкусная. Вообще зимой клубника намного вкуснее, чем летом. Не понимаю, почему. Видимо, летом ее много-много штампуют. А зимой, хотя зимой тоже много. В общем, не знаю, в чем секрет. Но зимой она вкуснее. Вот такая красота получается. Чурицу там уже плавает. Морковочка, видите, готовая уже. Картошечка тоже готовая. У меня довольно-таки животковат получилась, потому что мы любим с бульончиком. В общем, это самое время добавлять мурсию, то есть травяную колбаску. И выключать. Чтобы кровяная колбаска не разошлась. Ммм, девочки и мальчики, это объедение. Вкуснятина. В общем, закрываю и выключаю. Пусть оно настаивается. Что-то тут у меня прилипло. Не выключайся. И завтра у нас вот такое меню. Естцы это, знаете, как с луком. Режется лук. И с луком. Это очень вкусно. Кто любит фасоль. Фасоль я обожаю. Я уже сходила в душ, уже искупалась. Все дела сделала. Буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Встретимся завтра на работе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok